МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При строительстве дома важны три вещи. Фундамент, стены и крыша. А вот чем ее крыть? Вопрос серьезный. Что лучше, металлочерепица или профнастил? Сегодня это два самых популярных кровельных покрытия. У них разный срок службы, разная цена, да и производят их по-разному. Как? Узнайте в ближайшие пять минут. Определяющее отличие между металлочерепицей и профнастилом заключается в рисунке волны и ее расположении на поверхности листа. Металлическая черепица является отличной имитацией крыш, покрытых керамической черепицей, в то время как профнастил внешне больше напоминает шифер. На этом заводе, расположенном в городе Уральск, изготавливают оба этих изделия. Итак, профнастил или профилированный лист – это универсальный современный строительный материал. Он легкий, удобный и в то же время долговечный, стойкий к коррозии. Используют его не только в качестве кровельного покрытия, но и для облицовки зданий. Средний срок эксплуатации – около 50 лет, что достигается применением качественных станков для производства профнастила. Именно через них пропускают гладкий лист стали, после чего он становится гофрированным. Сначала рулон стали весом в 5 тонн устанавливают на специальном разматывающем устройстве. Край рулона заправляется в станок. Ленточный металл проходит по прокатному станку и доходит до ножниц, где обрезается. Общие параметры о длине профилированных листов и их количестве задаются на пульт управления, а оттуда вся информация передается в систему автоматизированного станка. Он состоит из правильно выстроенных валов, каждый из которых придает металлу свою форму. В результате холодной прокатки листа формируются так называемые ребра жесткости и узор профнастила. На начальных стадиях валы выдавливают еле заметные очертания, но в процессе передвижения металла по всему остальному столу ребра становятся глубже и заметнее, в итоге придавая изделию окончательный вид. Длина каждого листа четко определена. Чтобы они все были одинаковыми в конце станка, стоит аппарат, похожий на гильотину, который обрезает лист в нужном месте. После этого лист падает на приемный стол к остальным своим собратьям. Почти такая же технология используется при производстве металлочерепицы. Ее изготавливают из окрашенной стали. Это высококачественный и прочный материал, не боящийся перепадов температур и других воздействий внешней среды. Поэтому, как правило, металлочерепица служит дольше, чем профнастил. Сначала на размотчик линии устанавливают металлический рулон. Это первый этап изготовления продукта. Затем лист подают в прокатный стан, где его прокатывают. Далее следует поперечная штамповка. На конце станка еще одним прессом формуется ступенька металлочерепицы. В ходе всего производственного процесса требуется строгое соблюдение технологии. Процесс гибки и штамповки должен производиться с точным соблюдением геометрии профиля. После того, как листы приняли необходимую форму, оператор в автоматизированной системе задает необходимый размер и количество изделий. Листы обрезаются и отправляются в цех для упаковки. По мнению многих дизайнеров с мировым именем, самой важной деталью современного интерьера является стул. Без стульев сложно представить нашу с вами современную жизнь. Ведь они нужны и дома, и на работе, и в больнице, и в школе, в офисах различных компаний и в кабинетах самых больших политиков. Стулья необходимы везде. В следующем выпуске нашей программы мы расскажем о том, как делают кухонные стулья. Не пропустите!